Вот такой у нас сегодня завтрак классненький в ресторане. Вроде бы три звезды отель, но он очень крутой. По сравнению с тем, в котором мы были. Такие вот надписи. Здесь на стене. Вращаемся на магистраль, с которой съехали возле салонников. На самом деле мы сделали небольшой крюк. И мне кажется, было бы правильно ехать по этой дороге. Там какие-то копейки заплатить. Но это получилось бы, во-первых, быстрее. Во-вторых, мы меньше километраж бы просто проехали. Именно вот в данном месте, возле салонников, если вы едете вот туда, в ту сторону. В сторону горы Олимп. То лучше ехать по этой трассе. Там может 2-4 евро будет стоить проезд. Но оно того стоит. И вот сейчас мы и на нее выехали. Я так понимаю, что это здесь бесплатный участок дороги. Потому что у нас навигация выставлена бесплатных дорог. Но она нас сюда вывезла. То есть ограничение по скорости, по-моему, 120, если я не ошибаюсь. Ну и там плюс еще зазор. Можно 130 ехать. А в Германии, кстати, на автобанах там нет ограничения по скорости. И мы разговаривали с одним немцем. Он говорит, что это, скорее всего, связано с тем, что автопроизводители лоббируют эти законы. И, ну, то есть какой смысл иметь, условно говоря, там машину, которая 200-300 км в час едет. Или там за пару секунд до сотни разгоняется. И на ней негде гонять. И поэтому они лоббируют это, чтобы именно вот в Германии были автобаны вообще без ограничений. То есть, по сути, там можно сколько угодно ехать. А здесь есть ограничения по скорости. А еще плюс ко всему, в Германии автобаны бесплатные, я вам сказал. То есть, все дороги в Германии, они бесплатные. Здесь на автобане небольшая пробочка образовалась. И вот на что хочу обратить ваше внимание, что вот с левой стороны есть полоса. Ну, как бы, теоретически туда можно заехать и там проехать. И с правой стороны тоже такая же полоса. Ну, никто туда не щемится, никто туда не лезет. И люди спокойно едут в своем ряду. Каждая машина, никто не перескакивает слева направо. То есть, здесь у них, в Европе, конечно же, культура вождения очень высокая. И вот мы уже здесь ездим несколько дней по Греции. Сколько, наверное, почти неделю. И ни одного раза, ни за это время, никто нигде никогда не посигналил. Ну, что, типа, там пропустили, там проедь быстрее, там, или еще что-то. Никто не лезет, никто не подрезает. Все друг друга пропускают, понимают, что, ну, это как бы опасно ехать вот так вот. И вот мы едем. Она мне показывает, что через 16 километров будет съезд. Ну, даже не знаю. Даже не знаю. Ну, в любом случае, я поеду прямо, потому что там вот эти дорожки маленькие, которые идут, они не очень удобны для езды, потому что и качество покрытия не очень хорошее. И постоянно нужно останавливаться на светофорах, поэтому я еще чуть-чуть проеду. Здесь в какой-то момент можно ехать-ехать и, как бы, спрыгнуть и не платить. А вот где этот пункт пропуска будет, это неизвестно. А, ремонтные работы. И вот, то есть, как бы, слева, там, два ряда, две полосы. И вот справа одна, один ряд, одна полоса. Ну, теоретически можно, как бы, выехать и ехать. Но ни один человек не лезет. И на двух языках, на греческом и на английском, обязательно здесь все дублируется. И дорожные знаки, тоже важная информация, она вся дублируется, потому что в Европе очень много жителей живет. И много национальностей, естественно, им приходится на каком-то языке одном контактировать. Естественно, это английский. Поэтому многие люди в Европе очень хорошо говорят по-английски. Вот. Короче говоря, Олимп... Текорный массив Олимп называется. А вершины Митикас, Олимп, Степп. Митикас. Митикас самый высокий. Еще много названий городов таких причудливых, типа Лариса, Волос, Фонари, Катрина или Катерина. Что-то эти типа этого. Ну, которые мы можем почти читать, которые понятны нам в общей сложности. И очень много названий, вывесок всяких разных, типа таверна, там, кафе. И вообще много чего понятного. И то, что мы можем читать кириллицу, это тоже, в принципе, круто в Греции здесь. Потому что сейчас мы попадем в Италию, там будет итальянский язык и итальянский алфавит. И уже там только на английском. Через 2 километра будет съезд. И, судя по всему, навигация нас... Именно вот эта вот ВАИС-навигация, ее используют в Европе и в Америке тоже используют. Она нас сейчас ведет, отведет, короче, с платной дороги. В общем, мы съедем. И, судя по всему, там будет как раз пункт пропуска. Либо просто нам дальше не надо, поэтому мы сейчас здесь съедем. И, получается, около 40 километров мы по платной дороге по автобану проедем бесплатно. Потому что навигация, она знает, где мы можем заехать бесплатно, и где мы можем съехать бесплатно. Вот такие здесь, друзья, красивые горы. Между прочим, со стороны было не так красиво на них смотреть. А здесь прям вообще круто. И все они такие зеленые. И все. 200 метров уже набрали. Должно быть круто. Ну да, я вижу отсюда снег уже, лед вижу. Вот родниковая вода здесь есть. Такая дорога идет до точки нашего старта, нашего трекинга или восхождения. Ну там, наверное, альпинизма не будет. Там трекинг, скорее всего, потому что это Европа. И мы смотрели там видео, там люди, в принципе, даже без снаряжения в маечках поднимались. Ну, горы очень красивые, нужно отметить, что прям очень красивые горы. И температура опустилась до 25 градусов. В салониках 25 градусов. Это самая низкая температура ночью, где-то в тени. А здесь у них вот на солнце сейчас 8,6 по Фаренгейту. Много машин едет оттуда. И вот автодома даже едут с каяками. Видимо популярное место. И, скорее всего, там должна быть парковка, чтобы мы оставили машину и спокойненько пошли. Эта дорога чем-то напоминает подъем наш. Куда-то он может быть на Чембулак или на Медео. Тоже такая узенькая и проходит по горам. Мы уже набрали 500 метров. Вот, буквально за 15-20 минут. Потому что горный серпантин такой крутой, резкий. Подъем. Вот оттуда мы приехали, прямо возле воды были. И знаки здесь стоят, что зимой бывает очень скользко. Снежная дорога скользкая. Лес прям, дремучий лес. Где даже свет не проходит. Только птицы и комары, наверное, и все. Но если двери закрыть, окна закрыть, то можем в таком лесу прям классно поспать. Продолжаем подъем. Осталось 20 минут ехать. 8,8 километров по дороге. И 700 метров мы набрали. И там тысяча с чем-то будет высота у нашего старта. Но мы хотя бы до приюта дойдем. А там видно будет. Может быть, в приюте поспим. Мы начинаем восхождение. И вот нас встречают здесь такие красивые виды. Водопады. С кристально чистой водой. Родниковой. Можно делать остановки, пить. Мостики такие красивые. Так вот, значит, друзья, здесь проходит трекинговый маршрут. Очень много всяких деревьев разных, красивых. И, в принципе, дорога солнца не светит, потому что очень много здесь деревьев. И они вообще практически свет не пропускают. Какие места для привала можно встретить. Прям с камнями. Такие. С пещерами. Присесть, отдохнуть. Круто. Карта есть. Мы начали вот отсюда. Отсюда дошли. И вот первый приют. А он на высоте. Это примерно 2000 метров. Там вертолетная площадка есть. И вот здесь 2700. Пик где-то в этом районе. Здесь несколько пиков. Вот здесь тоже приют есть. Короче, мы набрали уже 430 метров. 440. И сейчас еще где-то 50-60 метров на полпути сделаем привал. Потом дойдем до первого приюта. И там будем решать. Пойдем мы дальше или нет. Потому что 2000 набрать и 2000 скинуть за один день немного тяжеловато. А машину я не хотел бы оставлять на ночь. Потому что у нас там я отключил холодильник. И там полный холодильник продуктов. Я не хочу, чтобы они испортились. Потому что мы кое-как нашли там парковку. Сегодня суббота. И все приехали в горы. И в общем там мест не было. Мы ждали пока освободиться. И припарковались быстро. Я отключил холодильник и мы пошли сразу. Друзья, здесь красоты невероятные. Тишина. Птички поют. Умиротворение. Вот там примерно на этом уровне, уже на 2000-х, уже снег лежит. Ну, лед, остатки снега. Упрывы невероятные. Если туда что-то вниз свалится, то это все без шансов. Сюда мы идем. Refuge Agatus. 200 метров нам осталось. 780, почти 800 прошли уже. Поднялись вернее. Сейчас осталось только понять, по какой тропинке идти и все. Здесь дороги расхватятся. Вот и снег, друзья. Пожалуйста. Hello. Мы дошли до снега. Вот снег. Туда прям можно зайти, сфотографироваться возле снега. Друзья, мы наконец-то пришли. Дошли до приюта. Здесь написано 2100 метров. Но у меня часы почему-то показывают от 2050 метров. Здесь наклейки. А и вот так вот, собственно, здесь живут люди. А, здесь в магазин можно кое-что купить. Он находится прям вот так вот на скале, на обрыве. И вот видно, как мы оттуда шли. Оттуда мы приехали. Там море. Ну, невероятная, конечно, прогулочка у нас сегодня. Люди отдыхают. Здесь можно постирать одежду. Здесь можно прям поселиться. Вот, друзья, это, собственно, карта этого места. Здесь семь вершин. Пять этих приютов. И 60 километров трассы. Мы вот всего лишь пришли вот отсюда. Приония. И мы пришли. Пришли, мы пришли. Короче, мы на 2000 поднялись. Отсюда дальше потом идут дороги тоже в разные стороны. И альпинисты здесь разбивают палатки, ставят, отдыхают. Кто-то вообще просто без палаток. Вот такие здесь гусеницы живут. Ящерицы. В общем, друзья, 1000 метров на самом деле не так уж и сложно было подняться. И еще 1000 метров можно подняться до самой высокой точки здесь. В принципе, при желании. Но я думаю, мы этого делать, скорее всего, не будем, потому что у них нет места в приюте. И они говорят, что мы можем, типа, там в столовой на лавках спать. Но у нас даже теплой одежды нет. И я думаю, мы этим заниматься не будем. Вот люди пришли, и они здесь решили спать, где дрова, короче говоря, складывают. Собаки здесь лучше всего вообще. Люди приходят. Приходят, я думаю, вечером здесь прям вообще совсем много будет людей. Вот. У них здесь можно заказать макароны вкусные. Можно заказать зубчики, разные вкусные салаты. Все очень вкусное. Я не знаю, почему, но вот в таких приютах всегда очень вкусно. Вот здесь люди спят. Вот в этом доме тоже люди спят. Там люди спят. Ну и можно в своей палатке, собственно, спать. А вот так они выглядят, эти приюты. С высоты. А вот к этому приюту можно на машине подъехать. Димитрис. Будулос. В общем, я думаю, мы будем возвращаться к машине. А то мы там бросили машину, все свои вещи. Да, здесь прям выбор блюд. Очень большое, можно много чего заказать. Посмотрите, какая у них здесь гигантская выросла сосна. Она, наверное, в диаметре метра два с половиной, может быть. Даже больше. Очень большое дерево. Короче говоря, вот это тоже дома. И это там тоже можно жить. А мы пойдем вниз. В общем, друзья, два часа у нас занял спуск. Примерно три часа мы поднимались. И посмотрите, вот здесь парковка. Вот сейчас уже восемь часов вечера. И очень мало мест свободных. Поэтому, если хотите подняться на гору, вам лучше приезжать пораньше. Пораньше. И мы, наверное, сейчас вот здесь где-нибудь встанем. Как, в принципе, вот эти вот люди стали. И просто здесь переночуем, потому что уже восемь часов. А здесь прохладно. И особо, по всей видимости, нет никакого смысла ехать сейчас куда-то. Здесь, в принципе, чистейший воздух. И вода родниковая очень чистая. И вот здесь вот относительно ровно. Вот туда я поставлю сейчас. И вот эти вот машины, которые вокруг стояли, они как стояли, так и до сих пор стоят. Когда мы приехали, все машины вокруг нас также и стоят. Я сейчас посмотрю. Может быть, найдется место поровнее. Может быть, вот сюда поставлю. Просто придется камень на камень наехать. И тогда будет лучше. Ну, посмотрим. Сейчас многие будут уезжать. Уже места будет побольше. Вот там еще есть мост. Либо это трекинговый маршрут какой-то туда тоже уходит. Либо просто мост. Вот это паук, так паук. Я даже не знаю, какого он размера. Но он достаточно большой. Сантиметров 5-6 точно есть. А вот еще здесь ящерица неподалеку. Да уж. Паучинский. Друзья, всем привет. Сегодня у нас утро начинается с достопримечательностей. Это замок Платамон. Он находится на берегу моря, на возвышенности, как всегда. Вход туда стоит 3 евро. И это замок 16 века. Очень хорошо сохранился. Но когда его раскапывали, вот недавно, обнаружили здесь стены и вообще остатки поселений 4 века до нашей эры. Поэтому он еще древней на самом деле. Этот замок. Придется оставить машину. Там внизу есть парковка. И пройтись где-то около, наверное, 500 метров. Там сначала грунтовая дорога. Потом травка начинается. Вот так он выглядит. С воздуха. Это одна из башен. Здесь башни и вымощены дороги. 3 евро стоит вход. А, и работает он в четверг и пятницу до обеда. Почему-то. Вот так вовнутрь заходите. Там покупаете билеты. По сути, ничего особенного. По сути, ничего особенного. мы сейчас проезжаем долину здесь такое ущелье между двумя горами и скалами там вот с левой стороны платная дорога пах проходит через туннель по всей видимости а мы здесь едем снизу после речки и по легенде киракл ударил мечом в общем по этим скалам по горам и образовалась такая долина здесь с левой стороны натянутые сетки у них специальные чтобы задерживать от камнепадов чтобы камни здесь не падали ну и вот такая вот собственно живописная здесь дорога проезжаем город лариса по объездной дороге вот он собственно там находится с левой стороны центр города и вот на окраине вот такие вот здесь дома у них я бы не сказал что здесь прям люди живут шикарно шикуют и в общем в этом городе жил гиппократ он родился на острове кос потом он здесь жил и умер ну и соответственно все врачи которые лечат людей они дают эту клятву гиппократа она там звучит что типа я не буду давать типа яд никому типа если это лекарство будет вредить тоже типа не буду давать там вот если я буду заходить домой только буду лечить не буду делать аборты и так далее но ведь наверное сейчас она это клятва звучит немного по-другому и конечно же многие нарушают врачей вообще кто с этим связан к сожалению еще помимо этого здесь жили мифические существа полулюди полу какие-то там животные или как назвать я даже не знаю и в общем они сражались с кентаврами городу согласно данным с интернета около 4000 лет здесь есть музеи есть руины чуть-чуть совсем ну по сравнению с турции по крайней мере это считается для нас совсем чуть-чуть и мы даже в таких местах не задерживаемся не останавливаемся потому что мы настолько насытились вообще античными достопримечательностями и которые хорошо сохранились в турции которые очень хорошо выглядят в общем мы направляемся смотреть метеоры в центральную часть греции 83 километра от ларисы дороги хорошие даже бесплатной дороги вот мы едем от этого олимпуса по бесплатным дорогам в принципе можно ехать машин совсем мало все поехали на пляж купаться на на пляже сейчас вообще невозможно не припарковаться нигде да и вообще во всех местах каких-то туристических таких всех местах которые связаны с туризмом или с каким-то таким отдыхом там очень мало мест для парковки люди просто паркуют машину вот так бросают на дороге короче говоря лучше выходные дни и наверное в какие-то праздники лучше не суваться лучше где-то быть в центральной части турции и проводить время наверно в отелях отдыхать а уже среди недели уже это можно все посещать подъезжаем к метеорам метеор из греческого переводится типа как парящий в небесах и здесь очень много монастырей по моему четыре мужских и по моему два женских если я не ошибаюсь но вот много мест отелей или типа кафе которые здесь на подъезде находятся они закрыты закрыты и вообще как-то здесь все это утопично выглядит сейчас мы составили тут маршрут здесь можно проехать на машине по по нескольким монастырям соответственно вам это все покажем расскажем все вот так пронумеровано и теоретически даже старый город здесь есть можно здесь на несколько дней поселиться и прям походить по этим монастырям поизучать все из-за жары или из-за того что сегодня выходной тень и воскресенье все пусто на улицах вообще ни одного человека нет как будто бы какой-то фильм лонгане и лонгальеры и всех короче говоря съели съели или еще что с ними сделали вообще никого нет а вот так сейчас посмотреть отеле скорее всего все забитые вот можно вот так вот разглядеть все эти метеоры здесь по моему информационный центр куда мы сейчас пойдем смотреть или нам не надо подформационный центр а это тит что про проекцию центр метеор а все закрыто то есть тут проекции но закрыто сейчас мы еще не доехали здесь есть костаки есть метеора два населенных пункта друзья я уже вижу первый монастырь ну по крайней мере он на него похож и здесь написано вот стоят машина написано что кемпинг нельзя делать почему-то да это монастырь и вот вот с 9 до 5 можно посетить его кто-то подняться а еще здесь нужно платить за посещение монастыря но вы можете подняться и как бы туда не заходить и посмотреть вообще в целом как это все вот еще один монастырь то есть туда не обязательно заходить вы как я вам в крепости показывал можете зайти просто на пороге постоять и в принципе вы с порога уже все увидите поймете здесь есть на дороге такая площадка и с этой площадке можно вот увидеть первый монастырь вот второй монастырь прям такой вам пьесный и вот третий монастырь конечно друзья я не хочу лезть со своим уставом как говорится в чужой монастырь но я считаю что если какое-то религиозное сооружение существует и беру деньги за вход в него это уже больше не про религию а больше про какой-то бизнес или ну я даже не знаю как это назвать правильно вот и в любой из этих монастырей вход стоит 3 евро просто зайти там я не знаю пофотографироваться посмотреть мне кажется ну не знаю должно быть какие-то существовать наверное добровольные пожертвования может быть если вас прям если бы здесь на принудительной основе идет оплата то это уже так не парковать здесь везде парковка запрещена но люди ставят машину и в некоторых случаях даже вот так вот здесь дресс-код мужчинам только в длинных на штанах и девушкам нужно в юбке заходить в шортах нельзя вот прям две таблички красиво конечно очень я думаю мы сейчас до порога дойдем сфотографируем там поедем дальше потому что монастырей много и причем здесь каждого ракурса вот как дорога уходит проходит с каждого ракурса открываются все новые новые более интересные виды монастырей здесь есть такая смотровая точка как они любят в турции и греции и вниз обрыв и вот вид собственно монастырь очень красиво вот так можно подойти здесь сфотографировать высота приличная конечно там вот еще один монастырь а вот друзья собственно это вот штучка такая телеферик на которой они перевозят продовольствие всякие разные по моему здесь есть монастырь в который нельзя никак пройти только вот по веревкам либо по канатам по таким подняться этот самый большой монастырь здесь такой вот маленький ход но он сейчас закрыт потому что только до трех часов можно в этот монастырь попасть в некоторые до пяти а вот это только до трех можно но все равно здесь есть алтарь можно помолиться вот что-то оставить здесь какие-то записочки конфетки даже невероятно конечно что это все находится вот так вот высоко в горах и вот по лестнице вот так вот туда осуществляется вот в этот монастырь по моему нет тропинки лестницы нет и люди по моему только вот в кабинках туда могут попасть а или нет там поднимаются но все равно вот так вот их построить это вообще нелегкое занятие на скалах на такой высоте поднимать строительные материалы вообще строительные работы вести и вместе с тем здесь можно найти площадки для кемпинга прямо на высоте где эти монастыри находятся есть парковки такие большие и прием можно попробовать заночевать есть места где прям запрещают они даже полиция стоит штраф и выписывает а есть места такие кармашки небольшие но это лучше приезжать вечером потому что сейчас здесь пекло 90 градусов до около 30 по цельсию вот здесь вот за поворотом по моему был кармашек прям можно ровненько да вот вот здесь прям можно вот так вот ровненько по деревьям встать и заночевать хорошее место такое это возле монастыря который самый большой монастырь приехал с польши но вот таком вот автомобиле у него там вода сверху пиво он говорит что типа душ можно принимать в этом и в море и в речке вот ракушки есть пожалуйста каталка которая провозит туда продовольствие и людей которые плохо могут ходить ям до монастыря она может оставить мы здесь приезжали в пятнадцатом или семнадцатом году и видели монастырь где прям веревками поднимают снизу наверх у часа не там по моему развели огонь готовят себе обед честно говоря я не знаю что можно целый день делать вот так вот монастырь и они это загадка приехали в новый город и они на и здесь большое озеро 20 километров квадратных площадь озера максимальная глубина всего лишь 10 метров но здесь есть остров а вот там вот а на этом острове целых пять монастырей и туда ходит корабль и по моему здесь еще с одного берега на другой тоже ходит фэри такой провинциальный городочек вообще не магазинов здесь ничего нету такая деревня прям деревня деревня и и и